Дай почитать. Рождественский поросенок может и не так жесток, как и кабок, но полон метафор, аллегорий и символов. Честно, не знаю, с какого возраста эта книга станет понятной для юных читателей. Указана маркировка 0+, но я бы посоветовала не ранее 12 лет. Для сказочной истории книга немаленькая, 300 страниц. Поросят в книге двое, новенький, рождественский и так горячо любимый главным героем, семилетним Джеком, потрепанный Пок. Он, видавший виды, и в прятки играл, и любил закапываться в песок на пляже, и прятался у папы в кроссовке, и сидел в цветочном горшке, да и свои глаза он потерял, сделали операцию, пришили пуговицы. Главное качество Пока, по сути, единственного близкого Джеку друга, он умеет слушать и понимать. А мальчику есть о чем рассказать. Например, о том, что после ссоры папа ушел из дома, и теперь они с мамой оставляют этот дом, а Джек оставляет школу и перебираются жить к бабушке и дедушке. Очень печально. Трудно приходится мальчику. Именно в новой школе Джек знакомится с чудесной девочкой, спортсменкой Холли, и тут оказывается, что мама решает создать новую семью с Брэндоном, который, в свою очередь, оказывается папой Холли, бросившим ее маму. Ой, как все запутано получается. Девочка должна бы радоваться такой чудесной случайности, но все происходит совсем наоборот. Именно Холли становится импульсом дальнейших событий. Она со злости выбрасывает Пока из окна машины, и он попадает под грузовик. Но Джек не видит этой трагедии, и поэтому вместе с новым поросенком, подаренным раскаившейся Холли, отправляется в канун Рождества волшебную страну потерь. Они должны найти и спасти Пока. Это рождественская история, и закончится она так, как и должно случиться миром, елкой, пониманием, сердечной теплотой и ощущением торжествующего добра. Я человек, сказал Джек, и вы мне не безразличны, если есть вера и надежда. Ноль плюс. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!